Уважаемый Владимир Ильич, уважаемые коллеги, я кратко о том, что надоединиться веков с комиссией между бюджетных отношений. Я представляю ваше рассмотрение, информация в решении о кратском бюджете на 21-22-23. У нас очень тяжелый, такой сегодня, ну, емкий. Уточнение, то есть по доходам мы увеличиваем доходы на 183 млн 228 000 рублей, значит, в основном это за счет увеличения безвозмездных поступлений, то есть у нас субсидии увеличены на 134 млн рублей, соответственно, суббенции на 290 000 рублей, иные бюджетные трансферты на 35 млн 473 000 рублей. Значит, теперь по расходам. Расходы городского бюджета мы увеличили на ту же сумму 183 млн 228 000 рублей. Расходы городского бюджета теперь составляют 6 млн 567 000 рублей. За счет увеличения безвозмездных трансфертов на сумму 169 млн рублей, в том числе у нас были увеличены субсидии на 134 млн рублей и увеличены иные бюджетные трансферты на 35 млн 473 000 рублей. За счет увеличения доходной части на сумму возврата остаток субсидий сложившихся на счете МВУ город в составе 1 января в сумме 13 млн рублей мы направили на обеспечение на обеспечение деятельности на того же МВУ город 5 млн 759 000 рублей. На обследование и прочистили у него канализации 4 млн 819 000 рублей. На восстановление кролевого покрытия административного здания на Заверской бюджетной 37 млн 416 млн на благоустройство территории городского округа 1 млн 260 млн на ремонт муниципального жилищного фонда 359 000 рублей. Кроме этого, кроме этого увеличения расходов за счет доходной части бюджета городского бюджета в проекте мы предусмотрели перераспределение между структурными распределениями, в том числе уменьшили расходы на 16 359 000 рублей в последующем направлении. Это выполнение проекта на строительство причал Пантона возле Шуковской башни 3 млн 271 млн и пассажирского бильона возле Шуковской башни 1 млн 656 000 рублей. Кроме того, сняли средства на сравнение территории Дагропарка Евгения Лишевича, контракт на выполнение проекта на строительство работы в Ростову. На снос аварийных домов у нас сложилась экономия 3 млн 653 000 рублей. Также мы сейчас экономим распровождение АЦК финансовое АЦК планирование, то есть мы перешли на единую инфраструкционную систему Минфина, ушли в облако 3 млн 300, значит сэкономили. И эти средства саккумулировали и увеличили расходы на ту же сумму 16 млн 359 000 рублей. На оплату услуг коммунальных православных гимназий 999 000 рублей. На оплату коммунальных услуг православного детского сада 1090 000 рублей. На капремонт библиотеки Толстого 686 000 рублей. На размещение недополученных доходов по обработке тепловой энергии с использованием МАЗК, это у нас на пыли котельной 7 млн 359 000 рублей. На ремонт муниципального жилищного фонда, это городское жилье, 2 млн 597 000 рублей. На течение деятельности НКУ-специалистов 779 000 рублей. На приобретение оборудования и полиграфии Держинского ведомостяного 575 000 рублей. На заработную плату восстановления администрации Глава 2 млн 271 000 рублей. Кроме того, перераспределили внутри структурных подразделений их расходы по НКУ-строителей. Уменьшили расходы на развитие в дендропарках 1 млн 861 000 рублей. И направили их на проектированные выживали на трассах, которые сейчас еще пооткрыли. По департаменту финансов уменьшили расходы на обслуживание муниципального долга и направили их на восстановление заработной платы администрации 328 000 рублей. По управлению культурой и молодежной политики соответственно скорректировали средства на реализацию мер направленных на поддержку развития создательной активности молодежи и расходы на финансированные на областные субсидии на приобретение автобуса 1 млн 474 000 рублей. И 145 000 рублей на финансирование областной субсидии на выполнение федеральных стандартов. Данные средства, опять же, саккумулированные направлены на капитальный ремонт в гостинице Толстого 2 млн 639 000 рублей. По экологии и лесскому хозяйству уменьшили расходы на предприятие на оборудование 30 млн рублей направили на акцию «Сохраним лес». Уменьшили расходы на реквитацию свалки 989 000 рублей. За счет местного бюджета и направили их на сфинансирование областной субсидии на проектирование свалки ТКО в районе бывшего приорудования. По комитету управления муниципальным имуществом 804 000 в районе бывшего приорудования в районе бывшего приорудования и в районе бывшего приорудования Источники дефицита городского бюджета городской бюджета в 2021 году сформированы без дефицита. Верхний предел муниципального долга не изменился. 1,390 млрд. 80% от доходов. В соответствии с заключенным соглашением 22 года мы увеличили на 45 млн. рублей за счет увеличения межпюджетных трансферов. Нам предоставили субсидии 45 млн. 144 000 рублей на софинансирование разницы в стоимости приобретения строительства жилых помещений, сложившихся из их рыночной стоимости и использованные при расчетах объемом софинансирования. Нам дают дополнительно размещение разницы в рыночной стоимости 245 млн. рублей, соответственно мы их ставим в расходы. Кроме того, перераспределяем бюджетные ассигнования, уменьшаем условно утверждаемые расходы 478 000 рублей и снимаем расходы с местного бюджета на леквидацию свалки размещения обходов млн. 830 млн. и направляемых еще раз повторю 22-м году о тех же целях это сфинансирование за счет средств финансового бюджета областной субсидии на разработку правильной документации на леквидации и социальные салонки 2 млн. 308 000 рублей источники финансирования бюджета в 22-м году то же самое городской бюджет бездефицит на верхний предел 1,3 млрд. это 77% от дохода без учета на 23-й год параметры городского бюджета не изменились в соответствии с соглашением о социально-экономическом развитии оздоровления муниципальных финансов город разрешения согласовывая министерством финансов кроме того прошу вас уважаемые коллеги еще один момент уже прошу голос услышать и мы соответственно письмо сегодня направили нам 20 млн. рублей выделены субсидии на реализацию полномочий орган местного направления по решению вопросов местного значения в соответствии с порядком софинансированный за счет местного бюджета должно составить 5 млн. рублей это 20% от общей суммы выведомления выведомления из Минфина поступили вчера на 20 млн. рублей то есть предлагаем уточнить бюджет сразу у нас соответственно данные субсидии будут направлены на мероприятия устройства вступки у нас проектного комплекса открытого типа на стадионе пионер ДВУ созвездия 8 млн. рублей и на организацию благоустройства разъединения это 11 млн. 61 млн. рублей тоже прошу внести данные вопросы я имею в виду что мы направлены контроль счет баланс эту письмо тоже прошу рассмотреть проект спасибо спасибо